Всем привет! Сегодня мы продолжаем проходить игру Army of Darkness и у нас на очереди 32 миссия. Значит, как вы могли заметить, у нас сейчас 10 тысяч монет, а тогда как по окончании предыдущей миссии было 30 копейками. Деньги упали не с неба, как говорится. Дело в том, что пару миссий я провалил, но в чем преимущество данной игры? Даже если вы проваливаете какой-то из уровней, все деньги, которые вы заработали, вы их получаете. И в этом, конечно, есть несомненный плюс. Раньше вообще дело так. Там дело в том, что появится потом Смит, уже буквально после этой миссии. И для того, чтобы его прокачать до третьего уровня, чтобы в начале игры сразу был третий уровень, надо за него было отдать 50 тысяч. Я просто пару миссий проходил, проваливал их, не проходил до конца и собирал деньги. Также я прокачивал таким вот образом и других игроков наших. Вот, то есть такая вот есть функция. Для того, чтобы потом, в будущем, вы там сильно не заморачивались. Потому что есть миссии в будущем очень сложные. Там появляются потом за противника тоже супергерои. Их пройти очень тяжело. Без прокачанных воинов. Чтобы потом как-то не зацикливаться на этом, сразу можно накопить сумму. И таким образом прокачать всех своих таких главных солдат. Возвращаясь в наш уровень, мы уже прокачали с Митей до второго уровня. Вызвали сейчас Артура. И есть у нас пара улучшников, которые пришли с нашим Артуром. Кроме того, я сейчас на поле у нас наши солдаты с копьем. Мы их вызвали с помощью волшебной книги. Также волшебная книга нам сейчас в очередной раз дает улучшников. Мы вызвали всадника. Собираем монеты с железными слитками. И прибывает наш лекарь, которому мы вызвали. Но я думаю, что Артуру он уже не поможет, потому что жизни у него уже совсем немного. Лекаря вообще, конечно, в идеале тоже надо бы прокачать, чтобы, как минимум, и Артуру, и другие наши солдаты задерживались на поле намного дольше. Ну, а пока... Держимся, мы держим сейчас оборону. Соперник наступает, хотя это уже конец миссии. Да, мы проходим данный уровень и получаем 7878 монет. И у нас появляется сейчас возможность прокачивать с Митти. Что мы сейчас и сделаем. Прокачаем его до второго уровня. Уже последующий уровень будет нам стоить 50 тысяч. Что я и говорил. Так, ну, надо бы еще кого-то прокачать. Я думаю, что это будет наш врач. Стоит он 4 тысячи монет. У нас 8, так что мы можем позволить это сделать. И сейчас мы переходим в следующий 33 уровень. Идем сразу в атаку. Появляются первые противники. Хорошо, хоть пока такая вот рядовая пехота у наших противников особо так не прокачана. То есть, как и раньше, мы могли с легкостью разбираться даже не с бумстика, а с обычного, то есть с того же ружья. Без суперудара. Прокачиваем с Митти до третьего уровня. Хотя, возможно, этого не надо было делать, потому что противник на нас наступает. Буквально дошел до нашего Некрономикона, который мы защищаем. Нам срочно надо кого-то вызвать. Накопили денег для всадника, который уже активно пошел разбираться со скелетами. Появляются лучники у нас после использования волшебной книги. Так, и у нас появился Артур. Всадник у скелетов, я бы сказал, уже такого уровня, как и у нас, наш всадник. Так как его уже пройти, так как мы это делали раньше с легкостью, не получается. То есть, в будущем нам бы еще не помешал бы и прокачать Хорсман. Но, наверное, я бы отдал предпочтение больше с Митти. Его прокачать на максимум, и чтобы мы сразу же не тратили лишние деньги для его прокачки во время миссии. Волшебная книга нам дала жизни всем, что очень неплохо. Особенно для Артура, потому что даже прокачанный Лекарь не дает достаточно жизни для его поддержания. Продвигаемся вперед, осталось буквально уже немного. С ним противника по всем фронтамшам называется. Еще раз у нас книга нам дает жизни. Осталось несколько противников, и мы проходим. Да, мы проходим эту миссию, и получаем 10 тысяч монет. На этом будем прощаться. Подписывайтесь, комментируйте. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok